Сура 54. Луна. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Приблизился час, начало судного дня стало еще ближе, и раскололась луна на две части. Когда многобожники попросили посланника Аллаха, чтобы он показал им чудо, он обратился с мольбой к Аллаху, и всемогущий Господь показал это чудо. А если они, многобожники, видят какое-либо знамение, доказательство того, что Мухаммад является истинным посланником Аллаха, то отворачиваются от истинной веры и говорят после того, как увидят явное доказательство. Это колдовство длительное, сильное и убедительное. И отвергли они посланника Аллаха, и не уверовали в могущество Аллаха, и последовали за своими прихотями, которые сатана им разукрасил. Но каждое дело творения, как благое, так и плохое, утвердится, вернется к совершившему его, в день суда. Уже пришли к ним, к неверующим курайшитам, вести о предыдущих общинах, которые отвергли своих посланников, и какое наказание их постигло за это, в которых содержится удержание от неверия, которые достаточны для того, чтобы удержаться от неверия. И эти вести являются мудростью, которая достигает свою цель. Но не принесли им, неверующим, пользы увещевания. Отвратись же, о посланник, от них. В тот день, в день суда, когда призовет зовущий ангел к вещи неприятной, к месту стояния. С униженными взорами выйдут они, неверующие, из могил. В своем множестве и движении к месту расчета, подобно саранче, рассеявшийся, устремляясь к зовущему, ангелу из Рафилу, скажут неверные. Этот день тяжкий. Отверг, не признал своего посланника до них, до неверующих меканцев, народа пророка Нуха, и они отвергли нашего раба, пророка Нуха, и сказали, «Он одержимый бесами, сумасшедший». И угрожали ему, что они побьют его камнями, если он не прекратит призывать людей к истинной вере. И молил же он, пророк Нух, Господа своего, «Поистине я побежден, не могу противостоять неверующим. Помоги же мне, не спаслав наказания на этих за их неверие». И мы ответили на его мольбу, и открыли же мы врата неба с водой изливающейся. И вывели мы из земли источники, и встретилась вода с неба и вода с земли по повелению, которое уже было предопределено, чтобы уничтожить неверующих за их неверие. И понесли мы его, пророка Нуха, и тех, кто был с ним, на сделанном из досок и гвоздей ковчеге. И плыл он, ковчег, перед нашими глазами, под нашим взором и охраной, как воздаяние тому, кого отвергли, Нуху. И ведь оставили мы ее, историю о наказании неверующих из народа, в котором жил пророк Нух, знаменем, назиданием и указанием на наше могущество, но найдется ли хоть один внемлющий увещанием, получающий пользу от этого? И каким же было мое наказание неверующих и увещевание? И я, Аллах, клянусь, что мы облегчили Коран для поминания, для чтения, запоминания, понимания и размышления над ним, но найдется ли хоть один внемлющий увещанием этой книги, получающий от этого пользу? Отвергли пророка Худа адиты, и каким же было мое наказание неверующих и увещевание? Поистине мы послали на них, на адитов, холодный, губительный ветер, в день, злосчастье которого продолжалось семь дней и восемь ночей, пока все адиты не погибли. И этот ветер вырывал людей и разрывал их так, что они оставались как стволы, вырванных из земли пальм. И каким же было мое наказание неверующих и увещевание? И я, Аллах, клянусь, что мы облегчили Коран для поминания, для чтения, запоминания, понимания и размышления над ним. Но найдется ли хоть один внемлющий увещеванием этой книги, получающий от этого пользу? Сочли ложью Саму Диане увещание, предостережение от Аллаха, и сказали, неужели за одним человеком из нас все мы последуем? Поистине, в таком случае мы однозначно окажемся в заблуждении и безумии. Неужели напоминание откровения брошено, не спослано лишь ему одному среди нас? О нет, он, Салих, наглый лжец. Узнают они завтра, когда постигнет их наказание. Кто наглый лжец? Поистине, мы посылаем верблюдицу, которую они сами просили, выведя ее из скалы, как чудо и как испытание для них, для самудян. Повремени же с ними, О Салих, и будь терпелив в призыве их и в перенесении причиняемых ими обид. И сообщи им, О Салих, что вода поделена между ними, между твоим народом и верблюдицей. Каждое питье в свое время. В один день вся вода для верблюдицы, а в другой день вся вода для людей. И воззвали они к своему собрату. Побудили самого злосчастного из них убить верблюдицу. И тот принялся за это дело. И затем перерезал ей поджилки, чтобы свалить ее и затем зарезать. И каким же было мое наказание неверующих и увещевание? Поистине, мы послали на них, на самудян, всего один лишь шум. Громкий звук, который издал ангел Джибриил. И они стали подобными сухой траве строителя загона для скота. И я, Аллах, клянусь, что мы облегчили Коран для поминания, для чтения, запоминания, понимания и размышления над ним. Но найдется ли хоть один внемлющий, увещеванием этой книги, получающий от этого пользу? С чего ложным народ пророка Лута увещание? Знамение Аллаха. Поистине, мы послали на них ураган, несущий камни, который уничтожил их, кроме семьи Лута. Мы спасли их всех, кроме его жены, в предрассветное время, в конце ночи, по благодеянию от нас. Так воздаем мы тем, кто благодарен, тем, кто уверовал в Аллаха и был ему покорным. И уже он, Лут, увещевал их, свой народ, о нашей хватке, наказании, но они сомневались в увещеваниях. И уже они настойчиво требовали от него, от Лута, его гостей, которые были ангелами в образе людей, чтобы совершить с ними мерзкое деяние. И мы стерли их глаза, лишили их зрения. И было сказано им, вкусите же мое наказание и увещевание. И уже утром постигло их, погрязших в мерзком грехе, утвердившееся наказание, от которого они погибли, и которое будет сопровождать их вечно. И было сказано им, вкусите же мое наказание и увещание. И я, Аллах, клянусь, что мы облегчили Коран для поминания, для чтения, запоминания, понимания и размышления над ним. Но найдется ли хоть один внемлющий, увещеванием этой книги, получающий от этого пользу? И ведь раньше приходили к сборищу фараона, его последователям и его народу, увещевание, предупреждение о том, что их постигнет наказание Аллаха, если они не уверуют. Они сочли ложью все наши знамения, которые доказывали наше могущество и истинность посланных к ним пророков. И мы схватили, наказали их хваткой величественного и могущего Аллаха. Разве ваши неверующие, о Курайшиты, лучше, чем вот те, которые были наказаны гибелью за свое неверие? Или у вас есть охранная грамота о том, что Аллах не накажет вас в Писаниях, которые были неспосланы пророкам? Или же они, неверующие мекканцы, скажут, «Мы едины и непобедимы». Вскоре будет разгромлено это сборище неверующих Курайшитов верующими, и повернут они неверующий тыл. И это произошло в битве при Бадри. Но час на вступление дня суда является обещанным им сроком, когда они получат полагающееся воздаяние. И час день суда ужаснее и горче, чем то наказание, которое они получили при Бадри. Поистине бунтари-многобожники пребывают в заблуждении в этом мире и пылу адского огня в тот день, в день суда, когда потащат их в огонь, в ад на их лицах. И будет сказано им, «Вкусите прикосновение преисподней ада». Поистине, мы каждую вещь все сотворили по предопределению, еще до создания определив, какой она будет и когда именно будет создана. И обо всем этом было известно Аллаху, еще до сотворения всего, и записано в хранимой скрижали. И повеление наше, когда мы желаем что-либо создать или чтобы оно произошло, лишь одно, и подобное-то повеление мгновению ока. Аллах говорит лишь один раз, «Будь». И происходит то, что Он пожелал, без никакого промедления. И ведь уже мы погубили ваши партии, подобных вам окурой шиты, в неверии, которые жили прежде, но найдется ли хоть один внемлющий, увещанием, получающий пользу от этого. И каждая вещь, все, что они, их предшественники в неверии, совершали, записано ангелами в писаниях, в книгах деяний. И все малое и великое из их деяний записано, и они увидят эту запись в день суда и получат за это воздаяние. Поистине, остерегающиеся наказания Аллаха окажутся среди райских садов и рек, на сидении правды, где нет пустословия и греховных речей, возле царя могучего Аллаха.